Всем привет, с вами Дричинт и это финальный, последний выпуск пацанок третьего сезона. Сегодня, в общем-то, мы узнаем, кто одержал победу, какие у нас будут баталии, вернется ли, в общем-то, Милос. Ну, как я понял, когда пришла, в общем-то, директриса сказала нет, реально она ушла, убежала и никто не может выйти с ней на связь. Посмотрим, это реально пиар-ход такой или она реально взяла и ушла. Усаживайтесь поудобнее, сегодня подводим итоги. Начинаем. В прошлой неделе в школе леди произошло немыслимое. Ксения Милос сбежала. Директор школы Лаура Лукина срочно прилетела в Санкт-Петербург, чтобы спросить у девушек, кто еще готов сдаться на самые важные финальные недели обучения. Дорогие ученицы, кто из вас еще хочет покинуть этот проект? Я хочу победить. Я считаю, что я достойна того, что я сделала огромный путь. Мантаж, я хочу. Для того, чтобы победить, да. Естественно, я не хочу домой. Ушла Милос, мы-то хотели дойти до финала. Прошли столько всего, ну куда вот так вот взять сейчас домой и уйти? Типа, ну, конечно, нет. Спасибо. После этого Лаура сказала, что у нее есть у нас сюрприз. Ну, это наше приглашение на Бомбель. Я тоже думаю об этом. Прежде чем вы поймете и прочитаете, что в этих конвертах, я вам хочу пожелать удачи на балу, удачи в финале и до скорой встречи. Спасибо. Спасибо вам. И Милос даже не будет на балу, получается, реально. До свидания. До свидания. Это реально не умеет проигрывать. Держите. Спасибо. Ведите себя хорошо и подводите меня, пожалуйста. А. Никто пусть с вас тоже не убежит. Не, ну они хотели быть троем. Приглашаем вас на бал. Само приглашение очень классное. И хочется этот бал, и не хочется. Не хочется, потому что я не хочу, во-первых, отсюда уезжать, и, во-вторых, что я не хочу слышать мне свою фамилию. Приглашение получено. Подготовка к самому важному событию года начинается. Тройка лучших учениц третьего сезона спешит на первое задание. Сегодня девушек научат, как быть загадочными и элегантными на балу. Мы приходим в мастерскую и видим приятную даму. Меня зовут Татьяна Величкина. Я победитель всевозможных мировых конкурсов по боди-арту и бутафории. Она показала нам свои работы. Они очень, вообще, на самом деле, прикольные. Зена королева воинов. У нее там такие маски, как львустрая, как жаба какая-то, рыцарь какой-то. Ты железный человек? А, наоборот? Вот так. Ты че, извинений? Мне интересно было, правда, когда есть подручные средства, там, всякие штуки делать. Я бы очень таким хотела научиться заниматься. Сегодня мы подготовимся к самому важному событию в жизни вашей школы. Выпускному балу. И я сразу поняла, что сегодня мы будем делать маски. Ну, может, в стиле маскарада будет это два. Я помогу вам нарисовать эскизы, отталкиваясь от которых вы будете изготавливать маски. Я начала первая. Я придумала, что у меня там бусы будут здесь висеть, там, розовые. И лучше, чтобы они сбоку болтались. Лучше все-таки сбоку. Мне тоже кажется сбоку. Вот ваш эскиз. У меня будет акцент цветы там. А, ему нужно по эскизу сделать. Зарина. В общем, я не хочу, чтобы у меня что-то торчало по боку маски. Мы можем, допустим, сделать растяжку от центра, например, бирюзовую, в темно-синий вот здесь. Я была готова сделать все, что она мне скажет, на самом деле. Я просто не понимаю, как бы. У меня нету, ну, видимо, идей никаких нет. А я бы хотела сделать белую маску. Такое возможно? Вы так скромны в выборе декора. Вам хочется что-то минималистичное? Да. Пайетки эти. Это все не мое. Это очень кропотливая, во-первых, работа. Во-вторых, очень нутная. У вас теперь на руках есть эскизы. Но я сразу хочу сказать, что у вас будет очень мало времени. У нас было 40 минут на все про все. И эти маски будете делать не вы. Ребятишки. Класс. Все верно. Вы отгадали, да? Я думаю, вот это мы приплыли, конечно. Все. Дети должны за нас делать. Мы не должны трогать эту маску. И мы должны им объяснять. И зашла ребятня. Мы такие, да, ну. Ну, я такая думаю, ладно. Сейчас дети вам сделают. Контакт мы с ребенком установим. Я говорю, Наташа, помоги мне сделать маску, пожалуйста. А я не буду делать. Она говорит, нет. Почему? Потому что я хочу есть. Игра. А, короче, это испытание целое уже пошло. Я ничего не буду делать. Пожалуйста, помоги мне, Наташа. Но в чем проблема? Потому что я не люблю помогать. Почему ты такая вредная? Потому что я вредная. Меня это бесит уже. Я стою и думаю, в смысле? Не хочется тебе. Бери свои ручонки малюсенькие и начинай делать мою маску быстро. Мне вообще сейчас не очень приятно, что ты так себя ведешь. Что? Это красиво, как ты думаешь? Да. Нет? Да. Нет? Да. А надо было что-то взамен предложить. Например, спеть или станцевать. Ты будешь учить меня танцевать? Станец маленьких. Нет, давай помедленнее. Станец маленьких, хотя, похоже, мы хотят танцевать. Станец маленьких, да. Начинаем танцевать, и она вроде раздупливая. Поможешь мне теперь сделать маску? Да. Ну, понятно, что это было испытание. То есть ребенка попросили. А у девочки, если что, там, сразу какие-то контры были. У меня была девочка очень хорошая, не капризная. Мне повезло. А потом вот здесь вот прикрепить два таких же перышка. Как бы с руки на глазах. Зарине тоже досталась строптивая девочка. А тоже выделываются. У меня была девочка Лиза. Достаточно такая волевая, нагленькая. Надо вот это место тоже закрасить этим цветом. Подожди, мне надо подумать. Подумать? Подумать? Не буду прям все так вести строго. Будет все так, как захочет ребенок. Такую выбрала тактику себе. Ладно, так уж и быть уговорила. Уговорила? Да. Может, почему так общаются? Зарина и неподопечная занялись творчеством. А вот Аня Костина пока не может вдохновить ребенка. Мне что-то скучно. Он говорит, ну не хочу. Короче, типа аля, все дети вредные, договоритесь с ними. Ничего не скучно. Что нужно сделать, чтобы тебе не было скучно? Владушке поиграй. Давай. О, люблю в эту игру играть. Да? Ты выиграла. Ты выиграла. Я знаю. Я выиграла. Да, пускай у ребенка, но я выиграла. Наконец, все принялись мастерить. Но времени на уговоры потрачено было много. И теперь придется поторопиться. Закончилось время, мы начали показывать свои маски. Итак. Да, у нас все. У нас не сходится. Мы изначально решили, что центром композиции будет вот это цветно, да? Вы решили немножко изменить. Мы решили упустить, да. Не по эскизу было все. Все. А, по эскизу перья, наверное, были. Вот тут на лбу приклеены, вот тут торчат так. Мне понравилось зоно больше. Отлично. У него там вообще маскарад карнавал такой прям. У него там перец со всех глаз там торчат. С цветом, конечно, быть может, у нас немножко проблемка, да? Но реснички мы старались выполнять, но так как они нужны, как бы вот они, да? Идет три цвета, и книзу приклеены бусинки. У меня была самая красивая, я считаю. Да у меня самая красивая маска. У нас должна быть какой-то ромб вот тут из больших бусин, и остальные разбросаны. Ну, почти похоже, кстати. Почти, да, правда. Моя маска была самой скудной из этих масок. Ну, такая минималистичная. Ну, у меня маска бесцветная была, но у меня был такой эскиз, но в натуре. Задание первого урока выполнено. На следующем уроке пацанок ждет большой сюрприз. Готовы ли ученицы к такому повороту событий? Короче, мы заходим, садимся. Что Милос вернется? Там от на четверых места лежит планшет. Я открываю планшет, и там написано, я вернулась. Они такие, что? Я вернулась. Кто? Саша, Лера, Лиза. Оксана. Да, ну, только не Оксанка. Ну, конечно, мы подумаем сразу про Оксану. Думаю, что, какого фига ты вернулась? Ты не нужна нам. Таня, наверное, это не Милос. Это не меня, как на чего это бесить. Вот я клянусь, у меня вот началось бешенство внутри. Я думаю, специально на эмоции выводят. Чего дня до балла, просто приходит сообщение, я вернусь. Зачем у меня вопрос? Мне не важно, кто у меня вопрос, зачем? Я увидела возмущение на лицах девочек, да? Ксюша, заходи, я не понимаю. Я ночами не спала, на самом деле. Я похудела аж на 3 килограмма, когда она ушла, понимаешь? Депрессия. С какой стати? Вот так по мышевой ты взяла, просто уехала, да? Да, не, 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 что-то здесь не то. Передумала, понимаете ли, и вернулась обратно. Я думаю, это не Милос. Я реально сидела и ждала, что она еще застает. И... Тут открывается дверь и заходит. Далее в программе неожиданное возвращение. Серьезно? Это была прям жесткая боль. Не пропустите. Да, не, ни хрена, это не Милос. Зная, как они могут, в общем-то, там нагонять интригу... Мадам Жульон? Мадам Жули. Мадам Жули. Ничего, как хорошо, что это вы. Серьезно? Типа, класс. Мы были очень рады, очень. Мы так давно ее не видели. Здравствуйте, мои дорогие. Я вам очень скучала. Классно было неожиданно ее увидеть. Вообще чувствуете, как вы изменились? Я просто ослеплена вашей красотой. Ну, Мадам Жули, она начала посыпать нас комплиментами, сказала, что мы отлично выглядим. Это очень приятно слышать, потому что, правда, значит, не зря мы здесь, там все пробыли, все проделали. Преображение туда-сюда. Я не могла пропустить, конечно, ваш бал. Обратилась к преподавателям, и они разрешили мне подготовить вас к балу. На балу вам нужно будет... Этикет? По речи. По речи. Мы сегодня немножечко потренируемся. Азам ораторского искусства. И она сейчас будет учить нас дикцией. Чтобы мы хорошо, грамотно подготовили финальную речь. И большое упражнение для развития непосредственно речевого аппарата. Артикуляция. Начали мы с чего? Со странных, за детсадовских каких-то занятий. Какие-то уже вокальные распевки у нас начинаются. Ну, это очень странно. Ну, зачем? И это щекотит. И это задание мне казалось самым бессмысленным на планете заданием. Попробуйте-ка повторить со мной вот такую стразу. Да, сейчас легко. Вот со скороговоркой, да, немножко проблемам были. Это быстро говорили. Короче, брали рыбу на лим. Меня ли... На лина. Я не знаю. Не меня ли о любви вы мило молили? И в туман или ман, манили меня. И в туман или ман, манили меня. Рэп, шмэп, скороговорки, мороговорки. Потом, короче, я знаю такую фишку, да, есть, тебе надо засовывать что-то в рот и говорить скороговорки. И сейчас мы произносим очень простую скороговорку. На дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. Понятно, что я сказала? Браво. Жеремовский звук. Пожалуйста. Во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава, на дворе трава. Практически. Анна. На дворе трава, на траве дрова. Отлично. Типа из этого обзоминается рот и чуть-чуть говорятся слова. Думаю, мы можем перейти к небольшой импровизации. Не думал, что им один урок много, чему поможет, ну то ладно. Ой, тихо, я петь. Нет, вы не будете петь, вам нужно это произнести. Цвет, настроение, чёрт. Это прям ужасно тупая песня, которую я терпеть ненавижу. Выберите в этом тексте, во-первых, главные слова и приведите фразу к этому главному слову, а также произнесите его с точки зрения ораторского искусства, да? Внятно, чётко и плавно, да, Анна? Прошу. У меня просто вот одна фраза повторяется. Мой цвет, настроение чёрный. Цвет, настроение чёрный. Цвет, настроение чёрный. Чёрный, чёрный. Мой цвет, настроение чёрный. Чёрный, чёрный. Мой цвет, настроение чёрный. На кубах помада, цвет ликёрный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Тело, как ламборгини. Аня попробовала, у нее получилось торжественные интонации. Но это самое легкое, это как стих. Зарина, сделайте это ярстно. Обозлитесь на ламборгини. Цветное строение черный. На губах помады цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Это было потрясающе. Письма. Анна, сделайте радостное событие. Хорошо. Итак, короче, радостная интонация. Твоя мама на моем концерте. Все твои родные на моем концерте. Пифагор не сосчитает все мои хиты. Тимати не сосчитает все мои понты. Что я надену сегодня? Вопрос этот спорный. Но сегодня. Что сегодня? Свет настроения черный. Это было неплохо, браво. Спасибо. Итак, самая трудная задача – написание вашей речи, которую вы произнесете на балу. У речи должно быть начало. И главная мысль – что вы хотите сказать, какой вы хотите стать и зачем вы были на проекте. Рассказывайте о себе, о ваших чувствах. Хорошо. У меня есть о чем написать и рассказать, чему я научилась. И сказать еще всем огромное спасибо. Я очень хочу написать свою речь, чтобы она была классной. Ну, я хочу просто вложить туда то, что я прожила. И все. И все. И все. О, дайте я вас обниму. Господи, как же я с ним. Мадам Жули было очень приятно встретиться и провести этот урок. Следующий урок заставит пацанок оглянуться назад и снова посмотреть на то, отчего они отчаянно убегают все эти 17 недель. Ученицы буквально перепишут свою историю. Мы предложили нашим ученицам еще раз взглянуть на книги их жизни. С учетом опыта, приобретенного имя в школе «Леди». Когда я поднималась вверх, я понимала, что я нахожусь в библиотеке. Кто твердо знает, что делать, тот приручается. Спасибо. На вторую неделю мы пришли в библиотеку, нам дали наши книги. В этих книгах написана вся наша жизнь, которая была до проекта. Я думала, может, это новая книга, типа, там по-новому все написано. Нет, это не новая, я вижу. Все старое. И у меня прям так пленка смотала меня назад. Типа сама теперь дописывай. Хочется проснуться однажды девушке, чтобы в одной руке мороженое, в другой телефон, а там сплошное сообщение. Люблю тебя, дочь. Начала читать и проверять себя, как я на это все отреагирую вообще. Так хочется проснуться однажды девушкой, чтобы в одной руке мороженое, а в другой телефон. А там сплошное сообщение. Люблю тебя, доченька. Я настолько с собой горжусь, что сейчас я это, правда, все переборола, что у меня нет таких эмоций, что я сейчас не зарыдала здесь. Мы не должны жить в прошлом, мы должны его помнить. Как-то все гораздо проще стало все принимать. Там белые листы. Я могу сама продолжить книгу эту. Я начала прям с самого начала. Однажды я пришла в школу Лени, никогда не думала, что это произойдет. Я думала, будет легче. Я хотела написать вот, и прям, да, вот все эти четыре месяца, вот прям вот всю книгу. Первая стилька, встречайте, дефилет. Я не умею вот так вот ходить, вообще как какой-то. Я так сильно испугалась. Чем дальше, тем сложнее, но я чувствовала что-то непонятное, я ломаюсь. Я не хочу. Я домой хочу. Правда, я хочу собрать вещи и поехать. Я поняла, что нахожусь в надежных руках. Так, ну все, я качаюсь, уже секс есть? Давай спину прогни. Куда? Прогни! На самом деле порадовала ваше поведение. Вы единственная из всех, кто не потерял голову. Я все чаще начинала видеть себя девочкой. Я вижу себя, и у меня просто такой выстрел в упор. Короче, погоняют их изменения, да? Ань, ты что, гонишься? Можно на обложку журнала прямо сейчас делать, я тебе отвечаю. Прожив это все время здесь, я понимаю, что до этого я как будто не жила. Что я здесь, в школе леди родилась и начала жить. Всегда оставайтесь собой-самой. Вы никогда не будете дружками в таком судьбе. Спасибо. Сразу начались воспоминания того урока и того моего состояния. И то мое состояние было крайне разбитым вообще. Это так страшно. Был самый любимый на всем белом свете человек, и теперь его не стало. Не стало единственного того, кто так беззаветно и трепетно любил, кто не жалел своего времени и готов был... Я не хочу это ждать. Я, наверное, за 18 лет столько не плакала, сколько вот в этой библиотеке. Достали то, что никогда в жизни никто не трогал и даже не знал некоторые моменты. Тут все значимо. Мне кажется, каждый стрим, что я читал, и мне было больно прям это читать. Это была прям ужасная боль. И сейчас я сижу и просто читаю эти моменты. Это так страшно был самый любимый на всем белом свете человек, и теперь его не стало. Не стало единственного того, кто так беззаветно и трепетно любил. Я сидела и спокойно ее совершенно, спокойно читала. Это не вызывает у меня таких эмоций больше. Я знаю, что вот эта книга, это все моя жизнь, и я еще буду ее не раз, наверное, читать, но я никогда не буду больше так плакать над этим. Мне надо было написать новую главу своей жизни. И у меня вот так как пошло вообще, как от сердца. Сейчас я 19-летняя девочка с яркими и уверенными планами на будущее. Мне пришлось переучиться жить. Это вообще не жизнь. Так не должна жить девочка в 18 лет. Я клянусь, что я выйду отсюда совсем другой. Перестала защищаться от людей, перестала выживать. Я научилась доверять людям. Мне интересно тебя узнать. Он держит меня за руку. Первая жизнь кто-то это делает для меня. Все. Я вижу, ты хорошая. Я не хочу останавливаться. Мне нравится быть доброй, чувствовать тепло внутри себя. Нравится видеть в себе девушку. Я буду работать над собой. И я знаю, что будет мне тяжело, и я пройду это все. Любая не случайность, а предмет выбора. Ее не ожидают, а завоевывают. Бета-библиотека – это самая, наверное, ужасная. Психология – самая первая, самая тяжелая, которая у меня была. Сидим на самоподготовке, все как обычно. Потом нас вызвали. Говорят, девочки, нам пришла телеграмма, вы смиритесь, но ваша мама умерла. Нас не пустили на похорону. Мы узнали только, когда уже похоронили ее. Всего 9 месяцев, она меня не дождалась. Не хочу об этом помнить. Эту книгу я не хочу видеть вообще больше. Я не буду читать эту книгу. Эта книга не обо мне. С мамой у меня все нормально, я с этим смирилась. Я отпустила эту ситуацию. С тюрьмой тоже. Постоянно туда глядываться назад, не собираясь. Все, мне здесь сейчас хорошо. Я не хочу туда. Не хочу, чтобы какие-то даже страницы пересекались с тем, что было у меня раньше. Писать здесь я ничего не буду, в этой книге точно. Буду писать свою новую книгу по ходу. Мне многого не нужно. Мне не нужны богатства, какие-то машины, крутые дома. Главное для меня это встретить человека, которого я полюблю, который полюбит меня на самом деле. Я бы хотела, чтобы эта книга была наполнена любовью. Мне кажется, оттуда все рождается с этих моментов. Смотрите далее. Невероятный сюрприз. Одноклассницы расскажут финалисткам, как сложилась их жизнь дома. До сих пор, типа, не могу поверить, что со мной случилось. Но к таким переменам были готовы не все. Я никак не ожидала видеть ее. Не переключайте. Короче, расскажут, что после проекта у них изменилось. Да, но они, наверное, зададут вопрос, типа, где Милос? Задание первого урока выполнено. На следующем уроке пацанок ждет большой сюрприз. Готовы ли ученицы к такому повороту событий? Заходим. Но они уже спидели. Развят наши одноклассницы, сестренки. Мы такие обрадовались, мы все обнялись. Мы очень рады видеть эту дуку. Мы, правда, полюбили друг друга. Мы решили узнать у девочек, чем они сейчас занимаются. Барди, чем ты занимаешься, как у тебя дела? Я пишу альбом. Есть какие-то новые песни? Может, напеть что-то? Сейчас. Тихо, да, но почему-то Закрыты глаза. Я закрою тебе рукою. Будем с тобой мы навсегда. Серьезно, это не мой репертуарчик. Вообще, такое сейчас заходит. Типа, это очень модно. Ее будут слушать. Хорошо, давайте дальше слушать. Окей, пишешь альбом, а еще что-то делаешь? В плане, как певица. Я вернулась домой с отличным настроением. У меня была куча мыслей, идей. Я занимаюсь вокалом. Не, ну, то, что если занимается вокалом, то, наверное, серьезно настроена. Очень нравится. Я распеваю свой голос. Даже Ольга Бузова научилась петь, так что я тоже научусь. У меня есть песня, которую я буду записывать на студии. И она про любовь. Называется «Любимый, ты спишь». А, любимый, ты спишь. Тихая, да, но почему-то открытые глаза. Я закрою тебе их рукой. Раньше я занималась экспериментальной музыкой. Вот. Такой наркоманской. А сейчас я хочу более профессионально подойти к своему творчеству. Пираме, я Джульетта. Один миг, и я раздета. А, то есть до этого было наркоманское, а сейчас прям классика. Я твоя, меня позы. Мне не нужно больше дозы. У меня будет альбом, я буду петь. Я буду на сцене, я об этом думаю. Мне это больше нравится, чем то, что было раньше. Я сейчас рисую эскизы. А я хочу сделать носки, перчатки, платья, накидку, пальто, кофты, штаны спортивные. Ну, вот это вот моя кофта, которую я продаю. Здесь моя фотография. Да, видно, не заморачивалась ты. Это моя мечта стать знаменитой. Вот, и мечта сбылась. Но еще много впереди. Ну, я же не на весь мир известна, так что надо что-нибудь еще делать. Это тебе. Спасибо. Я очень дружелюбна с фанатами. Ну, и со всеми людьми, в принципе. Такая красивая. Спасибо. С бабушкой мне очень нравится проводить время. Ты очень изменилась. Угу. Ты стала какая-то спокойная, жизнерадостная. И мне это нравится. И это здорово. Ты стала добрее. Я жалею об отношениях, которые у меня были до проекта с родителями, с бабушкой. Мне их очень жалко. Спасибо, бабушка. Тебя очень люблю. Ну, ты знаешь, как я к тебе отношусь тоже. Я очень довольна, что я изменилась. И вообще, слава богу, что я попала в столу леди. Это нам про каждую девчонку покажут из тех, которые там сидят, да? Не могу поверить, что со мной случилось. Барби, я считаю, она изменилась, стала немножечко спокойнее и убрала свой пафос. И она стала, ну, менее... За пафос не знаю. Просто у нее появились планы на жизнь. И ее радуют эти планы. Ее радует все то, что с ней сейчас происходит. Девочки, мы вообще здесь сегодня все собрались, потому что мы бы хотели вас поддержать и сделать вам презенты. О, круто. Аня, я очень тебя поддерживаю, я болею за тебя. Спасибо большое. Я верю в тебя. Горжусь ей, потому что она такая маленькая, но такая большая. И смотреть на нее очень приятно. Спасибо. И это тебе. Мам, кукла. Барби. Типа, долго я над подарком не выдумывала. Решила сразу в лоб. Я тебя люблю. Я ее назову Барби. Аня. Аня. Ты, да, Аня. А у тебя зимфера что? Я вот это, вот прям честно, я отказалась от всей компании. Вот такой собутыльник. Ну, она вообще на проекте особо не была. Я вот с ней больше не общаюсь. Сколько она там один-два дня прожила в этом доме. Напухалась и все. Но, несмотря на это, она смотрела наши серии и решила поменять весь круг общения свой. Это тоже круто. Хоть Вероника и пробыла на проекте всего неделю, но в жизни девушки произошли кардинальные изменения. Когда я вернулась домой, я боялась остаться на улице, спиться и просто уже перестать быть человеком. Мне кажется, вот эта сломанная нога на меня не вывела из этого состояния. И что, если я еще раз себе такое позволю, то там перелом, мне кажется, уже не обойдется. Сверху как-то предупредили о том, что дальше будет уже все, конец. Было время подумать. И не куда-то там бежать с компаниями, как раньше. Начала ходить в спортзал. В планах вестись здоровым образом жизни. Хочу убрать лишний вес, выглядеть приятно. Постараюсь там каждое свое свободное время провести в творческих местах. Ходить на выставки. Смотришь на одну картинку, а выдается, как-то вообще, ну, все не связано. Сначала это было тяжело, потому что я в этом вообще никогда ничего не понимала. А потом, ну, я подходила, спрашивала у людей. Вообще, чем больше у нас интереса в жизни, тем мы счастливее. Потому что можно испытать ощущение счастья от картины, от стихотворной строки. И человек, который способен ощущать вот это, он счастливый человек. Проект мне помог просто найти, наверное, как-то себя. Ну, я наконец-то поняла, что... Самое смешное, ну, не знаю, как проект помог тебе. Потому что ты пришла, по факту заселились в дом, нажрались, набухались, тебя выгнали. Все. Ну, не знаю, как-то. Я могу со всем справиться, что нужно не бухать на лавках элементарно. Нужно как-то продвигаться дальше. Нужно находить интересные стороны этого мира, этой жизни. Типа, мы меняем даже те, кто особо не было проекции. Ну, я хочу, естественно, Зарине подарить подарок. Я ее выделяю, потому что... Ну, для меня это очень близкий человек. Я прям прониклась, смотрю. И вот реально, ну, абсолютно другой человек. Даже взгляд изменился. Через стал. Вот это выходит все, говорит. Вот. Нет, он добрее стал. Для Зарины я выбирала подарок. Ну, очень долго. Я хотела именно, чтобы, ну, прям от души. Матеру внешне очень. Что это? Стринги? Сильки, да? Кулончик. Очень красиво. Ну, на бал я непременно один. Потому что у меня нет украшения на бал. Спасибо, зайка. Давай, ты победи. Спасибо большое. Лизочек. Привет, Лиза. Ты очень красивая. Что у тебя? Ты очень красивая, да. Я сейчас смотрю, у меня прям глаз радуется. Я переехала в Москву, поступила в колледж на юриста. Когда я приехала со школы леди, я начала жизнь с чистого листа просто. Я стала более ответственная, более добрая. Я стала помогать животным, ходить в приюты. Я выкладываю в своем инстаграме посты о котиках, чтобы они нашли себе хозяев. Я стараюсь быть полезна в чем-то. Даже если не людям, то животным. Такая зоозащитница, да? Самое главное достижение – это то, что я наконец-то пошла учиться. Это мой новый колледж. Сюда я поступила учиться на юриста на второй курс. Приехала к сестре в Москву. Учусь я на заочном обучении в открытом колледже московском. Какой предмет я влезу моя видена постановка не попалась? Я думаю, что это второй вариант ответа в техносфере. Мне бы хотелось попробовать себя в роли модели. В этом деле мне подбежала сестра. Юлис – модель. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам на кастинг, собственно, с девушкой. Меня зовут Лиза. И мне мои друзья говорят, что у меня бы получилось стать моделью, и я хочу себя попробовать. Просто я раньше ничем не занималась никогда, и мне вот хочется попробовать себя в новой неделе. Вдруг это мне понравится, и это станет моим хобби. Кононциал есть, фигура очень хорошая, лицо коммерческое. Спасибо большое. Все, спасибо вам огромное. Холодцы. Большое спасибо, что приняли нас. Мне нравится проводить время с сестрой. И мы часто куда-то ходим. Да, сегодня у нас мастер-касс с вами. У нас мы будем готовить одно блюдо. Это будет паста. Что-то она и кулинар, и модель, и юрист. Давай по-разному ты шесть, и я опять. У нас были как-то очень напряженные отношения, зависть, мы постоянно ругались. Лед растаял между нами в семье. О, все, супер, красава. Ну так, она стала меня понимать. Я с ней стала общаться, как с подругой. Ее для себя я открыла совершенно с другой стороны. Ну и все классно сейчас, да. Осень тебе, дорогая. Школа леди мне дала, так сказать, пинок. И направила меня на нужный путь, по которому я сейчас иду, и продолжаю менять себя. Лесницы такие нарастила. Я бы не сказала, что моя сестра леди, но она гораздо лучше, чем была до проекта. Это я однозначно могу заявить. Я понял. Так на камеру показали прям леди. Я буду еще немножко поработать. Это круто, правда. Но это хорошее начало. Далее финальные серии сезона. Мы бы хотели вас поддержать и сделать вам презенты. Не все так просто. Каждая пацанка дарит подарок той финалистке, которой желает победы. Я хочу подарить подарок тебе, потому что я тебя очень люблю. И я вижу, что это очень сильно изменилось. Кто будет завален презентами, а кому придется бороться с завистью? Прикинь, я вообще никто ничего не подарил. Пацанки в шаге от финальной развязки. Не пропустите. Анечка, я хочу подарить подарок тебе, потому что я тебя очень люблю. Ну так всем подарили по подарку. И я вижу, что это очень сильно изменилось. Костяна изменилась прическа. И все. Вижу перед собой другого человека. Ей изначально было тяжело там одеть каблуки, вести себя как девочка. То есть ей было тяжелее всех. И она справилась с этим. Ну, не знаю, было ли ей тяжелее всех. Я тоже согласен, что прям Костина это не тот случай, который прям кардинально. Тут уже больше даже Зарина, либо Гаран, ну точно не Костина. Я, конечно, могу ошибаться, но там по трешове были варианты, согласитесь. Считаю, что из трех девочек она меньше всех изменилась. Я никак не ожидала увидеть ее в финале. Я очень бы хотела, чтобы ты победила. Мне это точно понравится. Не, у нее есть изменения, но... Спасибо, Лизечка, большое. Там были по трешове. Подарила мне браслет. Вот, вот такой красивый. Ну, у каждой есть своя какая-то там... Поехала с знакомым, взяла у них машину в аренду, то есть я плачу. И работаю сейчас в такси, короче. Серьезно? Да. Молодец. Таксистом работают. Когда я вернулась из школы «Леди» домой, я поняла, что за свою жизнь несу ответственность только я. Я как бы выросла морально и должна оставаться девочкой. У моей мамы завтра день рождения, и я хочу пойти куда-нибудь с ней в ресторан. Какой-то люк. Я прикупила себе платьишко, но у меня нет туфлей для этого платья. Пойду выбирать туфли и, конечно же, позову Анжелку. Девочка-таксист. А есть же такая штука, типа женское такси. Причем реально женское. То есть даже многие девчонки могут специально вызывать такие машины. Ну, там такса чуть выше. Но вот не хотят, чтобы их мужчина перевез. Боятся, либо еще что-то. То есть девушки-таксисты, которые в основном и возят тоже только девушек. Они, наверное, даже парни и не берут себе в такси. То есть там такое правило, что я везу только девчонку. Я не девчонка, но мне кажется, это очень популярная такая штука в теории может быть. Особенно, если ты там боишься, что он какой-то там начнет приставать к тебе и так далее. Мне кажется, под это плачет, под это плачет, под это плачет, под это плачет, либо бежевая, либо черная. Мы с Анжелой давно общаемся. Причем такая пацанка. Давным-давно. Они у меня огромные. Смотри, я в них просто утонула. Извините. Извините. Давай бежевая, они из всех самые нормальные. Ну да, мне вот они тоже нравятся. Ну вообще супер. Мне нравится. Школа леди помогла мне, чтобы я чувствовала себя какой-то жестиной. Спасибо большое. Пожалуйста, мисси, пожалуйста. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, до свидания. Как бы я взяла за себя, нашла модельное агентство. Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Сейчас мне нужно, чтобы прошлись, плечи расправляем, уверенной походкой по прямой линии. Блин, последний раз так ходила на дефилер в школе леди. Я бы хотела попасть в модельное, попробовать что-то новое, попробовать себя и узнать, какая она с вами будет. У тебя внешность такая довольно уникальная. Поэтому я даже не сомневаюсь, что ты понравишься очень многим заказчикам. Ладно, пока. Спасибо. Было очень круто. Рад был познакомиться. Спасибо и я. Пока. Ну, так, а походки пацанка чувствуется еще в ней. Раньше мои отношения с мамой были почти никак. Отмикливалась. Она вот могла сказать, мама, отвали. В школе леди я поняла, что ближе моей мамы никого нет. Моя красавица. За рождение мам. О, прям день рождения. Она может сейчас покойно со мной поговорить. Не ругаясь. У нее появилась доброта. Душа. А чего плачешь-то? Все же хорошо. Я чувствую, как сказать, дрожь, мандраж, что вот ты вот женственная. Я желаю, что ты в платье. Спасибо тебе огромное за твою красоту. Я увидела улыбку, кстати, не такую, да, как девочка улыбается, женщина улыбается. Вот будь такой всегда, пожалуйста. Мам, желаю тебе всего самого хорошего. Прям с братом похоже, очень сильно. Я очень сильно тебя люблю. Приготовила для тебя еще небольшой сюрприз. Чтобы она чувствовала, что у нее есть какая-то поддержка, что она может у нас положиться в любой момент. Брослеты кутера. Тебя люблю, дочь. Знаете, ты знаешь? Безумно горжусь, что у меня есть такая дочь. С мамой отношения сейчас очень хорошие. Не сказать. Я рада за себя, что так получилось с Мэрой. Наверное, так и у нас должно было быть. Ты молодец, вообще классно. Ну, суперская. Ну, она симпатичная девчонка. Она начала волос отращивать, слава богу. Она очень стала чувствительной. Серьезно? Ты стала чувствительной. Ну, да, вначале была более короткая стрижка. Девочки, я вас не всех люблю, да? Просто, как бы, Аня Костина, у меня друг очень сильный. Она мне поддерживала и подсказывала. Вот, это тебе. Давай, давай, давай. Две, она мне там такую коробочку красивую вот сделала. Лера. Все. Ну, давай. Маму она не изменилась, одевается так же. Она говорит так же. У меня все хорошо. Домой вернулась совершенно другим человеком. Это даже заметили друзья. Я раньше такая, ахшелтай-болтай. А сейчас нет. Сейчас более такая ответственно, наверное, ко всему отношусь. Сейчас я стараюсь больше времени проводить с Ариной. Раньше было так, что Арина меня стеснялась. А сейчас она гордится. Ну что, ты рада? Ага. Сегодня вместе выходной проведем с тобой. Рада. Когда я провожу время с Ариатной, у меня постоянно улыбка. Я хожу вот с такой улыбкой. И потом, ой, на щуки болят. Давай кто выше? Нет, ты все равно выше будешь. Нравится? Прикольно. Ее хочется вот так вот взять в стену, а гордиться, чтобы с ней все было хорошо. Для меня вот она сейчас самая ценная. Спасибо за хороший день. У меня Ариатна ходит на танцы. И я хожу с ней, помогаю, смотрю, чтобы я понимала, что ей нужно донести. Мне кажется, что ей надо ниже сесть. Ты потверд, да? Ты встаешь, Арина, ты встаешь. А она, когда ходит на танцы, я говорю, Арина, ты должна стоять в первой линии. Три месяца ребенка, она стоит в первой линии. Раньше я не ценила то, что ей было. А сейчас она для меня вот прям все, наверное, вот. Сердце там, боль, радость, печаль, горе. Вот все в одной вот в ней маленькой девочке. Если бы я не школа леди, то, мне кажется, я бы не смогла переступить через себя и сделать невозможное в отношении ребенка, в отношении семьи, вообще в отношении всех окружающих. У меня как будто новая жизнь начинается, ну, прорывается такое. Новая ступенька к чему-то новому. Я могу назвать себя счастливой? Да. Очень. Можно увидеть по моей улыбке. Лера, давай, у тебя суперподарок. То что, я будто не знаю. Вот что-то крутое. Вообще-то очень классное. Ну, смотри, смотри, она достает. И все прописаны на марабан. А знаете, кому я его подарю? Лера металась, кому подарить? Либо Костиной, либо Зарине. Я знала, что не Аня Горохова она выберет точно. Зариночка своей любимой. Это браслет. Это браслет. У Зарины уже кулон, браслет. И там есть лев, то есть на этом браслет. Сейчас соберем набор. Я думаю, что я похожа на льва была. У меня такие пышные волосы, да? Лев это царь. Для меня вот Зарина вот такая вот. Спасибо, Лера. Крутой. Ты моя лица. Я не знаю, у меня этого человека, который бы вышел из тюрьмы и был бы хорошим человеком. Взяла бы сразу. Но Зарина действительно поменялась. Она впитала в себя все самое лучшее. Анжела, давай. А я после проекта, собственно, разрисовываю вещи. Благодаря школе леди я осознала то, что я должна полагаться сама на себя. Стараюсь сейчас реализовать свои таланты. Бизнес какой-то. Я сейчас арендую маленькую студию. Решила продавать свои вещи. Это может быть делом всей моей жизни. Вот моя джинсовка, которую я расписывала для своей подруги. Я ее нарисовала вот буквально недавно. У меня это, получается, авторские коллекции. Я их так называю. Мои клиенты пока что мои друзья. Это очень нравится. По джинсам подходит. Очень красиво. Я ее беру. Я всегда старалась следить за собой. Я заинтересовалась, в принципе, визажем. Нашла работу, нашла свою стезю. Вот такие тени могут предложить. Ключи начала работать. Красная. Я вам доверяю. Спасибо. То есть такая бизнес-вознала, да? Я иду по зову своего сердца. Мне очень нравится. Там одежда, там мейкап. Ну все, можете взглянуть. Глаза отлично. Да, мне нравится. Я шла на проект «Человеком потерянным». Мама моя, она не замечала никаких моих успехов. И я чувствовала себя, ну, какой-то одинокой постоянно. Мама не следит за домом вообще. У мамы есть такая вещь, как болезнь накопительства. Она тащит домой все подряд вообще абсолютно. Моя мама живет в своем мирке. Это как энергетический вампиризм. Она лезет под кожу. Она спрашивает неприятные моменты. По приезду со школы леди поняла одну вещь, что моя мама, она такая, как есть. Это тебе. Я хочу, чтобы наши отношения стали лучше. Мы не виделись давно, да? Мы целую жизнь не виделись. Да, мам. Просто поняла, что моя мама другого мира человек. И мне нужно принимать просто ее мир. Придется ее такой принять, да? И все. Я хочу, чтобы мы все старые обиды забыли как-то. Чтобы мы нашли какой-то с тобой общий язык. Я стараюсь не найти общий язык, даже если этот язык у нас разный. Мам, все, да ну хватит. Что мы на слезы асфальта допустили? Я главная в своей жизни. И только я праве решать, как ей распоряжаться. Ну сейчас, девочки. Я думала, что Анжела выделит Зарину. Потому что они там вообще там кусь-мусь-мусь там общались. Аня, я дарю тебе подарок. Анжела, я тебя люблю. Давай вниз. Я подарила набор вкусных кремов. Я люблю такие подарки. Вкусных кремов? Вкусных кремов? Я тебе подарила подарок, потому что ты такой близкий человечек. Мне кажется, что ты для своих лет очень много сделала. Спасибо, Анжела. Вот у Анжели я была уверена, как ни в ком. Кашенька, у тебя что? Все хорошо у нее. Все? Она другая вообще. Такая женственная. На нее приятно смотреть. Ну сейчас я как бы подрабатываю, работаю в гостинице на ресепшене. Молодец. Хостес. Хостес, да. У нее же вроде бы уже ребенок там появился. Ну, благодаря школе я нашла себя, да. Возможно, даже не один кто-то писал когда-то. В сравнении с тем, что было раньше, сейчас, мне кажется, я вообще, ну, такая одванечка. Я более спокоенна, более сдержанна. Ну, в общем, раньше в этом парке я сняла штаны, выкинула их туда, свои кроссовки тоже. Понятно. Моя квартира – это мой отдельный мирок прошлого. Ну, когда я просто захожу в свою квартиру, я такая – оп. Ну, мне неприятно. Ну, для меня это как обратно вернуться. В общем, я сейчас буду красить вот это, потому что жить в таких условиях – это плохо. Для меня это не просто ремонт. Для меня это, ну, покончить с прошлым, ну, и теперь получше. На проекте я поняла, что я больше не могу заниматься сексом за деньги. Я решила, что мне нужно устроиться на какую-то работу. Я работаю в гостинице. Здравствуйте. Добрый день. Я бронировал номер на сегодня. А, она хорошо знает английский язык, да? Конечно. В основном там должны знать как-то язык. Такая вся поведливая, всем здравствуйте, ну, вежливая. Приятного отдыха. Хорошо. В общем, я стараюсь налаживать жизнь, чтобы жить как нормальный человек. Да, Василочка, привет. Привет, бабуль. Стипендию недавно получила. В общем, я на третьей неделе обещала директору, что я расскажу своей бабушке о том, что я была на проекте. И сказала, что я уехала на практику. А, ага. После того, когда я выйду со школы леди, извинюсь, я ей правда расскажу это. Привет, баб. Бабушка, короче, это, летом я была на проекте, а не на практике. И меня теперь показывают по телевизору, ба. В общем, ну, там такие картины, я же раньше просто пила очень сильно. Как пила? Ну, обычно, я очень много пила. А бабушка думала... Я очень боюсь, как ты отреагируешь на это. Я поэтому тебе решила, ну, признаться. Бабушка, ты для меня единственный родной человек, который от меня остался. Ну, мне кажется, такой разговор должен быть более вживую желательно. Я думаю, это будет полное разочарование во мне. Я думаю, он с кем-то другом не хочет со мной разговаривать. Бабуль, прости, я целую тебя. А, милая моя, я тебя прощу. Я тебя прощу. Ты сама себя прости. Бог прости, ты я прощу, да? Я себе не отдала обещание, что я не вернулась больше к этому. Ну, к тому, что оно было раньше. Я хочу подарить Ане тебе, потому что я тебя очень люблю. Я тебе тоже очень люблю. Я в тебя очень верю. И ты настолько изменилась вообще. Я не столько изменили, сколько внешне. Она внутренняя, и вот это внутреннее переходит вот это вот, ну, наружу. То есть она вообще такая другая. Мне кажется, она всех переплюнула, всех девочек. Чего хватает Дизи? А, Дины. Интересно, как там Дина? Дина очень хотела приехать на встречу с одноклассницами. Но из-за плотного рабочего графика, к сожалению, так и не смогла приехать в Питер. Жизнь пацанки круто изменилась. Возвращаться было не то чтобы сложно, я просто знала, куда я возвращаюсь. Все это будет прежние стены, прежняя крыша над головой, и пора что-то менять, наверное, в жизни. Решила изменить свой внешний вид, если это были раньше какие-то джинсы, штаны. То есть сейчас это платье, юбочек и так далее. Ой, слушай, вот это мне нравится. Очень такой интересный, да, отложим. Мой новый образ меня делает еще более женственнее, еще более уверенной в себе. После преображения перемены в жизни Дианы не заставили себя долго ждать. В жизнь пацанки ворвалась любовь. Я хочу приготовить романтический ужин. Я встретила молодого человека, с которым у меня сложились отношения. Молодой человек. У меня небольшая дата с ним. Четыре месяца, я хочу порадовать. Это сразу, наверное, после как того вылетело, да? Ну, такой по внешнему виду культурный хлопец. За долгое-долгое время девушкой. Спасибо, Александр. Я хочу понять пока у тебя. Я, если не рад, что ты мне есть. Быть девушкой, как оказалось, это не то, чтобы тянуть все на себе. Работа, дом. Сейчас я могу подойти, приобнять его и сказать, что слушай мне его. Давай ты меня как-то поддержишь, ты мне поможешь. Поплакать ему включет. Сейчас я получаю поддержку от любимого человека. Это приятно. Я стала открыта для общения. Любовь. А я все равно оделась джинсом, косункой, спортивкой. Мы хотели на следующих выходных сходить в театр. Я, вы знаете, я стала носить такую женственную одежду. Мы продолжаем съемку. Классно, мне нравится. Мы решились наконец-таки получать удовольствие без алкоголя. В первый день после моего приезда звонил папа. Он мне сказал впервые, что меня любят. И гордится мной. Впервые. Это было впервые. Это были самые нужные слова. Пока. Сейчас мы с ним чуть ли не каждый день сзываемся и увидимся. Привет. Привет. Начали типа общаться активно, да? Спасибо. У него так прям вообще все позитивно поменялось. Он понял свои ошибки. Отец, парень. Он хочет знать, кто я. Любовь. Он начал меня узнавать заново. Очень сильно изменилось. У тебя в глазах искрик появилась какая-то. Добрый взгляд, да? Да, давно не видел цвет такой. Я себе даже и не помню такой, тебе больше скажу. На папу похоже немного. Я научилась получать удовольствие от каждого прожитого дня. Я не стараюсь быстрее заснуть, чтобы проснуться, отработать, заснуть, проснуться, отработать. Я сейчас живу. Я получила два подарка. Аня Кусина получила два подарка. И Аня Горохова получила три подарка. Ну, какая разница, что все-таки получила. Мне это так высшее стало приятно. Вот именно от вас, Трик, мне очень приятно это слышать. Правда, очень. Таким милость бы, если была бы, ей вообще никто ничего не подарил. Я бы ей обертку от своего подарка могла подарить. Это была очень приятная, теплая встреча. Церемонию? Для меня этот вечер был просто вечером в семейном кругу. Не пропустите в последней серии сезона. Официально объявляю. Выпускной бал «Маскарад» Школы Леди 2018 открытым. Людик, пацанок, это все, да? Мы, деснеевские принцессы, собрались на бал. Но только одна сегодня будет признана лучшей. И получит золотую брошь и полмиллиона рублей. Было интересно, что будет, кто победитель все-таки. Не пропустите. Самое интересное. По факту, то есть, она как бы слилась. Но что самое интересное? То есть, все равно телеканал потом ее взял на съемки, ведущий в «Ревизор». Хотя помню, давным-давно как-то делал один или два выпуска. Очень давно это было. Ну так. Наступило время самого важного события. Финала третьего сезона шоу «Пацанки». В этом году бал состоится в самом изысканном месте Санкт-Петербурга, в Летнем дворце Петергофа. 17 недель борьбы с собственным «я» позади. За это время «Пацанки» из гадких утят превратились в настоящих лебедей. Научились любить, доверять и навсегда распрощались с вредными привычками. И сейчас наступает тот самый момент, которого с нетерпением ждут все без исключения «Пацанки». Выпускной бал в «Школе леди». Добрый вечер, дамы и господа. Мадам жули. Официально объявляю. Выпускной бал «Маскарад». Школа «Леди» 2018 открыта. В масках еще и Салфу не поймет, кто где. По спинам более-менее понятно, что-то пацанки. Я вообще не поняла, как он начался. Этот балл просто все было как-то неожиданно. Очень сильно волновалась. Вот прям нереально волновалась. Я так никогда не волновалась, как сегодня. Я сидела, я вообще думала, капец, вот он начался, а все. Итак, встречайте участниц третьего лютого сезона проекта «Пацанки». Диана Субботина. Вероника Патрушева. Анна Михеева. Елизавета Ковалева. Это не «Пацанки» сидят. Анастасия Смирнова, Валерия Матвеева, Анжелика Косполова. А, там на романы, ну, по поддержке там, да? Мы, смирские принцессы, собрались на бал. Или это просто левые люди? Мне кажется, что это сон какой-то. Я до сих пор еще не верю, даже что я приняла участие в пацанках. Ну, для меня это очень волнительно. Все было, и я просто рада была всему. А сейчас я представляю тех, благодаря кому стали возможны эти удивительные изменения. Преподаватели. Мудрые, деликатные и сильные духом преподаватели школы сделали невозможное. Превратили лютых пацанок в прекрасных леди. Дамы и господа, встречайте. Директор школы Лаура Лукина. Все очень волнуются, переживают, прикладывают огромное количество усилий, чтобы этот бал запомнился всем участницам сезона «Пацанки-3» на всю оставшуюся жизнь. Рад представить первого заместителя, директора школы, леди Марию Третьякову. Каждый раз мы с нетерпением ожидаем этого торжественного события, волнуемся. Благодаря второму заместителю директора Татьяне Поляковой, девушки узнали, что такое душевное тепло и отзывчивость. У каждого балла есть свое назначение. В данном случае для меня бал, пацанок, это прежде всего салют. Они как звезды должны разлистеться из салюта, и каждая из звезд будет жить своей жизнью. Уважаемые дамы и господа, вас ждет волшебный праздник во всех смыслах этого слова. И чтобы наполнить его завораживающей, красочной и удивительной магией, мы пригласили специального гостя. Встречайте, одного из лучших иллюзионистов России, Андрей Басняков. Мы пригласили иллюзионистов для того, чтобы еще раз убедить наших девочек в том, что сказка в жизни бывает. Да, 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 сказка бывает. А, маны, никакого мошенничества, да? А зачем? Этот мужчина делал вещи такие, когда эти голуби появлялись. Я вообще просто не поверила. Это что-то невероятное. Он разорвал голубей. Эффектные девушки, эффектное появление. А, типа для того, чтобы эффектно появились они, да? Анна Горохова, ваши аплодисменты. А, гора появилась с какого-то сундукрома. Я не поняла, как это произошло, но это было очень круто. Ну, когда смотришь сзади, там все понятно. Я такая, все поцелуйочки раздала, все вышло. У меня в неделе туфельки, и я пошла. Короче, решили сделать какое-то ахол, появление необычное. А они все за той стенкой сидят. Ну, сидели. Зарина Голубцова, попрошу повстречать аплодисментами нашу вторую финалистку. Девочки вообще очень красивые, милые, женственные. Зоря вообще леди. Мадам. Для следующего у Андрея нужна помощь из зала. Мадам Жюли поможет нашему замечательному элезианисту. Ну и все. Там, короче, из-за ширмы выходят. Понятно. Итак, ваши аплодисменты. Там уже появляюсь я вместо Мадам Жюли. Такая, ола, оле, привет всем. Встречайте, Анна Костина. А Жюли уехала домой. У меня Костина была самой красивой, потому что у нее было самое красивое платье. Вообще очень красивое. Действительно было очень волшебно. Такое волнение было. Было интересно, что будет. Кто победитель все-таки? Все-таки тройка сильнейших. Уважаемые гости, ученицы и финалисты, этот учебный год в школе «Леди» был самым сложным из всех. Мы не все назвали этот сезон лютым. Каждая из наших воспитанниц была опасна не только для окружающих, но в первую очередь для самих себя. Но за вашей внешней агрессивностью мы рассмотрели маленьких девочек, которые умоляли о помощи. И мы не имели морального права оставаться глухими и отстраненными. Ну, я чувствовала радость, когда преподаватели говорили про нас. Мы не ждали ничего плохого. Тут радостные моменты. Меня прям тронуло. Серьезно, я хотела на каком-то моменте заплакать. Финалистки, вы стали для меня воплощением мифа о птице Феникс. И на пути к изменениям вы дотла сожгли старых себя. И возродились из пламени абсолютно новыми и готовыми к счастливой жизни. Им повезло изменить свою жизнь. Но повезло нам быть причастны к этому. И в этом учебном году вы встретились и познакомились со множеством людей, которые научили вас любить и открывать свое сердце миру. Сегодня в этом зале присутствует один такой человек. Лилия Фурсенко. Пожалуйста, поднимитесь на эту сцену. А, девчонка та, которая с раком, там, по-моему, да, у нее что-то такое была с горлой. Она пристально следит за тем, как наши ученицы борются за свою новую жизнь. Потому что она так же отважно сражается за свое. Ну, она борется с болезнью на протяжении пяти лет уже. И она находится вот между жизнью и смертью. Ну, ей очень хочется жить. Телеканал «Пятница» при участии проекта «Пацанки» дарит вам... Сертификат? ...на лечение. 200 тысяч рублей. И это было вообще просто супер. Я не знаю, это такой классный поступок. Это вообще человечество, кто такое решил сделать. В любой ситуации, что бы ни происходило, какие бы преграды ни были, будьте собой, любите эту жизнь, любите каждый день, просыпайтесь, улыбайтесь. В общем, спасибо большое. Это реально, это очень доброе дело. Это, ну, знаешь, не какая-то там подачка, а вот реально хочется... То есть тут как бы на тени на машину, не на телефон, а на здоровье. Наш баллон продолжается, уважаемые дамы и господа. И теперь пришло время увидеть магию танца. Вальс. Когда объявили вальс, я думала, мы сейчас выйдем и все запорим просто, потому что я так нервничала. Так, одна сверху, двое слезы. И когда встали, я думаю, все, я расслаблюсь. Мне сейчас просто надо кайфануть и жить здесь и сейчас. Вот именно в этот момент надо было так себя ощущать. У каждого из нас это первый, то есть вальс. Мы очень старались. Я лично, я очень хотела, чтобы он выглядел красиво. Но они прям видно, что они чувствуют это. Чувствуют это танцы, как чувствуют. Сто процентов это не один урок и не два. То есть там потратили на это время, чтобы учить. Я нехорошо танцевали было, но мне понравилось. То есть мне хотелось, даже мне хотелось научиться самой танцевать. Необходимо делать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Речь большая. Я очень волнуюсь, честно. Речь я написала за час, где-то до всего этого. Волновалась, потому что хотелось сказать очень много. Я пришла в школу леди человеком, который не умел правильно жить. Я считала, что я никому не нужна. И себе я тоже была не нужна. Я считала себя убогой, страшной. Я воровала, била людей, пила. Очень трогали ее слова. Потому что ты знаешь человека, ты с ним жил, и ты ощущаешь его полностью. И когда ты сидишь, ты с ним также переживаешь. Я знала, что они выйдут и будут трястись. Как сказала моя мама однажды, родилась девочка, а вырос пацан. Ну, чтобы вы понимали, я разговаривала на уровне, ну, быдла подъездного. Ну, я всегда мечтала разговаривать красиво. Особенно, когда я познакомилась с вами, Мария Владимировна. Я очень хотела разговаривать красиво. Я увидела, что тут, на самом деле, в меня поверили. И от этого всего я все больше и больше начинала верить в себя. Я стала смотреть на себя и говорить, что я красивая. Но это было... Это такого вообще не было в начале. И все это, на самом деле, благодаря вам, преподавателям. Я буду стараться делать все, чтобы только идти к успеху. Ну и все. Она своей красоты стеснялась. И она заговорила. Все, это победительница для меня. Она уже победила. Хотела бы пригласить к микрофону нашу следующую финалистку. Зарину Голубцову. Поддержим аплодисментами. Всем здравствуйте. Посыл моей речи. Как все было, как все начиналось и чем все закончилось. Я начну с самого начала. Моя жизнь была бесконечной рутиной и тюремной камерой. Наркотики, алкоголь, драки. Это было нормой. Моей обыденностью. Грабежи и кражи. Средством выживания. Ну, это не такая жесткая история. Я отбывала свое наказание в колонии для несовершеннолетних. Из жизни ушел мой самый близкий человек. Моя мама. Взгляды людей давали мне понять обратное, что я просто отброс общества. И мне было очень больно от этого. А в тюрьму мне больше не хотелось. Трогательная, прям до глубины. Я смотрела на некоторых девочек. Они сидели и плакали. То есть, Татьяна Алексеевна сидела и плакала. Ну, уже чувствуется, что искренне говорит. И как-то я поняла, что единственное, что может меня спасти, это смерть. Извините. Но в один прекрасный день, сама этого не подозревая, я отправила заявку на кастинг пацанки. Я думала, что это все какие-то шутки. Я не серьезно относилась, правда, к школе леди. У меня была бесконечная агрессия. Я уходила в протесты. Эти уроки психологии. Я не хотела, чтобы меня жалели. Я просто хотела, чтобы меня услышали. Чтобы меня поняли. Было больно и тяжело. Не многие знают, как часто я плакала ночами. Я поняла, я не хочу так жить. Я не хочу так умирать. Уважаемые преподаватели, спасибо вам большое. Человеческое большое спасибо от души. Лиля Васильевна, я очень вас люблю. Извините, что когда-то я была груба к вам. Вы сделали очень многое. Спасибо, что поправили там, что сломали другие люди. Я вслух проговорила, например, то, да, чего я раньше не могла сказать. Меня очень сильно зацепила речь. Зарина, она была такая мощная, и у меня слезы потепили даже. Меня это тронуло очень сильно. И спасибо большое моей маме. Мама, я люблю тебя. Я знаю, что ты бы сейчас гордилась мной. Я смогу все. Речь Зарины была поразительной. Но самое важное были ее слова о благодарности маме. Родители – это корни, которые питают ребенка. Ребенок – это дерево. Я уверена, что прекрасная Зарина будет расти и расцветать дальше. В эту минуту на эту сцену хочется пригласить нашу третью финалистку – Анну Горохову. Встречайте. Думаю, так это легко. Сейчас выйду, скажу. Все меня знают, все меня любят, со мной будет все нормально. Я очень волнуюсь. Очень прям сильно. Я стою, у меня трясется все тело. Я не знаю. Вообще, как это начать? Как будто все забыла. Мои глаза не видели из-за наркотиков. Моя душа не чувствовала из-за боли. А тело ныло от бесконечных драк. Вот почему я так долго предпочитала молчать. А сейчас я хочу говорить. Расскажу, как выглядит моя книга жизни. Глава первая. Улица. Я провела все детство в холодных гаражах, в глухих подъездах, в грязных чердаках. А мне так хотелось домой. Но его попросту не было. Я дитя улиц. Это ученица, которая отличается от других девочек во всем. Даже в своей речи она другая. Глава вторая. Человек с замерзшим сердцем. Я никогда и никого не подпускала к себе. Потому что я думала, что вокруг обман. И даже родная мама может предать. Я стала жесткой, агрессивной, черствой. Весь мир вокруг стал злым и бездушным. Мне пришлось научиться защищаться. Мне пришлось научиться выживать. Она говорила, ну, с искренностью, да, вот с такой вот... Я не знаю, как передать свои эмоции. Но я в какой-то момент даже почувствовала себя на ее месте. Искренне я проплакалась. Ну, и улыбалась в этот момент. Глава третья. Новая жизнь. Я открываю глаза в школе леди на восьмой неделе. Со мной произошло чудо. Поняла, что зависимость – это не болезнь. И ее нужно просто контролировать. Сегодня уже 128 дней, как я ничего не употребляю. Я научилась доверять и открываться. Во мне появилось огромное желание жить. И сейчас я чувствую огромный прилив сил. Сейчас я чувствую, что я счастлива. Теперь мои глаза видят ясно. Моя душа чувствует все. Спасибо вам за эту возможность. Спасибо. Ей будет сложно. Ей будет сложно оказаться вне проекта. Ей сейчас будет весь мир мало. Желаю, чтобы она удержалась на этом пике. Пришло время узнать. Ну, она потом начала работать на телеканале. Имя лучшее из вас. Может, до сих пор работает, не знаю. Я приглашаю сюда на эту сцену директора школы. Именно она назовет имя той, кто, по мнению попредавательского состава, стала лучшей ученицей этого сезона. Мы вышли троем на сцену, и мы стояли, то есть у меня настолько било сердце, что вот просто хотелось затолкать его обратно. Мое все спокойствие, весь кайф от всего этого мероприятия просто вмиг вот так вот сдуло. Я думаю, господи, все. Сегодняшний бал полон сюрпризов. В этом году мы не только назовем победительницу, но и распределим места. И каждая из вас получит денежный приз. О, то есть мы всех попарадуем. Мы решили дать каждой из них денежный приз, как первый капитал в будущую новую жизнь. И меня это вообще очень продало, потому что, ну, каждому из нас нужны деньги. Сейчас я назову имя девушки, которая поразила нас своими талантами, своим обаянием и желанием учиться. Итак. Третье место. Третье место. И денежный приз в размере 100 тысяч рублей получает... Ну, а второе место 200 тысяч, и первое полмиллиона. Пожалуйста, нет, только не я, только не я, только не я. Я думаю, третье место, ну, должно было достаться Аня Кочтиной. Зарина Голубцова! Ну, это на самом деле было для меня ожидаемо. Ой, я так тобой хоржусь. Думаю, ты знаешь, что хоть не я третье место, да? И я буду озорить второе место. Для меня это на самом деле очень важно. Я дошла до финала, я буквально недавно не знала, что я буду стоять в финале здесь с девочками. И я рада тому, что сейчас произошло. Спасибо всем. Я вас люблю. Тут остается самый такой волнительный момент. Ну, теперь по факту нет смысла лидить за второе место, надо лидить только за первое, да? Я назову имя ученицы, которая покорила сердца всего преподавательского состава своим упорством, трудолюбием и живым умом. Победительницей третьего сезона проекта «Пацанки». Там кто-кто-кто-кто-кто-кто. И молчат. Молчат, молчат, молчат. Становятся. Вообще нервоз, жесткий. Я стою, просто смотрю наверх, говорю с папой, пожалуйста, ну, типа, чтобы я смогла спокойно отреагировать, прошу. И обладательницей золотой броши, символа школы леди, становится, становится Анна... Горохова. Ну, конечно, Анна. Я знаю, что Анна. Ну, какая Анна? У нас две. Давай, давай, ловуй, быстрее, ну. Становится Анна Горохова. Боже мой, Боже мой, Боже мой. Я села и просто сижу и говорю, господи, папочка, я обещала, и я сделала, вот. Я просто помню, со следующего сезона, там ее портрет же висел на стене. Я думал, Зарине второе место дадут, а не третье, я не знаю. Вот она, награда за то, когда ты отдаешь очень много. И я поняла, что я очень много отдала, и получилось только же. Я хочу отметить еще одну ученицу. Логично, второе место. Которая удивила нас своей отзывчивостью, прямолинейностью и нежностью. И это вы, Анна Костина. Вы получаете второе место и денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Поздравляю. Я ни капли не обиделась, я ни капли не расстроилась. Я здесь не проиграла, я просто сейчас здесь не выиграла. И еще, я сама собой очень горжусь. Я в первый раз в жизни дошла до конца. Я столько прошла, столько почувствовала себе. Все, вот мы подошли к концу. Для меня это большая победа уже. Для вручения главного символа Школы Леди на эту сцену Я приглашаю победительницу второго сезона проекта «Пацанки» Татьяну Бурую. Вы прошли огромный путь. Вы просто огромные молодцы. И я желаю вам, чтобы ваши глаза никогда не тухли. Они всегда горели так, как сейчас. Это просто значит и точка того, что я сделала, это финал. И начало того, что я буду дальше работать над собой. Я набираю высоту. И сейчас будет только все хорошее в моей жизни. Я прошла очень сложный путь. И в моей жизни было столько плохого, что сейчас вот это хорошее я правда заслужила. Я для этого очень много сделала. И буду делать дальше. Буду... И никогда вас не подведу. Спасибо вам большое. Я вас всех очень люблю. Нервничает. Ну а сейчас можете поздравить победительницу, одноклассницы. Девочки-финалистки. Поздравляем нашу Анну. Ну что? Вот мы и подошли к концу. Последний выпуск третьего сезона. Если вы до этого дожили, то вы большие молодцы. Но это не значит, что реакции заканчиваются. Нет. Я, в общем-то, для вас и дальше буду продолжать снимать для вас и для себя интересное шоу. И увидимся уже в новых выпусках. Всем пока.